Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Привет Ангела, с вами Народный Батюшка, и я в походных условиях, отвечая на ваши вопросы. Неожиданный, значит, ажиотаж вызвала вот эта мини-кварцевая лампа, которую я показал еще в шуе, что я ее применяю. Ну и первый вопрос, там спрашивают, как же, батюшка, мы раньше кварцевую лампу, когда применяли, там в помещении находиться никому нельзя было. Слушайте, ну раньше, и причем они просто разные бывают. Есть такие, которые действительно в помещении находиться нельзя. Я-то вот первый раз кварцевую лампу увидел, когда был маленький, и нам в детский сад принесли загорать кварцевые лампы. А потом был хронический тензилит, и я ходил, и там с трубкой с такой была кварцевая лампа. Запрещали смотреть туда, а так в горло вставляли, и мы лечили гланды в нос. Такая еще в нос была кварцевая лампа. Сейчас-то на самом деле кварцевых ламп очень много. И они, вот я увидел в поезде, в ласточке, очень сильно применяются. Я-то даже не представлял, что настолько их вот так активно включили. Причем очень простая вещь. Там стоят излучатели, чтобы ты мог при входе свои руки обеззаразить. Такая стоит колонка. В этой колонке светится этот голубенький свет. Но голубенький свет, он светится кварцем. Причем постоянный кварц. И если ты подойдешь, то, конечно, саму лампу не видно. Но если ты отшагнул от лампы на полтора метра, ее уже видно. То есть луч распространяется от этой вот кварцевой лампы, что в поезде, я думаю, прям под 90 градусов, под 45 градусов. И похоже, что вот от входа до входа их стоит в вагоне 4 штуки. Их достаточно для облучения, на мой взгляд. Там вот такой длинный лампа, она голубая. И подойдешь, пахнет тоже озоном. Постоянно работает. Никто никому не сказал, что это кварцевая лампа. Вы тут оберегайтесь. Не стойте, около нее светит. И у этой, конечно, излучение очень маленькое. Но в инструкции ее написано, что она работает на метр-полтора. Озонирует. Причем тут дозированные 2 минуты у нее излучение. То есть ты включаешь, 2 минуты горит. И есть рекомендации, что делать. То есть медленное проведение или вот так на себя. Но только не смотреть. Не смотреть. Она на аккумуляторе. 45 включений от одной зарядки. Я включал вчера несколько раз. Сел в газель, в маршрутку. Сел на заднее сидение. Взял, включил себе. Ну, обеззаразил. Потом пришел на вокзал. Тут, значит, лавочка. Я включил, обеззаразил. Потом показывал охраннику вокзала, как это работает. Он увидел. Еще раз включил. У него обеззаразил. Причем сел в электричку. И я соседям говорю, слушайте, у меня вот такая лампа. Можно я ее включу? Всего 2 минуты. Вы просто на нее не смотрите. Либо закройте глаза, либо отвернулись. Они говорят, с удовольствием. Я включил, вот мы, значит, посветились. А второй раз, когда уже тут народ помелькал. Новые во Владимире вошли люди. Я включил уже, даже и никого не спрашиваю. И никто против не сказал. Санек подошел. Санек через метро ехал. И все остальное. Я ему говорю, Санек, гляди какая. Ты только в нее не смотри. Включил. Значит, обеззаразились. Уже хорошо. Пришел к друзьям. Я в подъезде встал. И так обеззаразился маленечко. Повключал. Она посветила. Светит она вот. Ну, вам-то ничего не будет через экран. Светит она голубым. Ну, вот она сейчас работает. Я тоже, как бы, по крайней мере, психологически успокаиваюсь. Вроде какое-то обеззараживание происходит. Может быть, это и ничего не дает. Я вам честно скажу. Ну, пахнет. Ну, светит. Ну, может быть, ничего не работает. Но, так как они в аннотациях пишут, что это должно работать. Причем этот продукт наш, российский. Хотя выполнен в Китае. Но изобрели наши. И поэтому, как бы, гарантируют, что медицинский такой. Так что, ничего страшного в этом нет. Ну, главное не смотреть, я думаю. Главное на нее, чтобы в глаза не попадало. Хотя, краем-то глаза вот тоже все равно видишь. Но я вчера ничего не пасу. Да, несколько раз я вот так светила. Ну, как вот в детстве. Потому что у нас, если уж попало так вот в носоглотку, то вот здесь вам посвятить в нос, в рот, по-моему, самое милое дело. Так что, если захотите, вот она уже закончила свой сеанс. Приобретайте. Хуже не будет, а уж хотя бы психологическая помощь. Но есть. Все, спасибо за внимание. Все, на эту тему закрыли. Аминь.